Из Карачаева, Черкесии, в Курскую область отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В сбор активно включились жители городов и районов республики. Социальному пансионату «Гармония» 25 лет за четверть века для людей старшего поколения он стал не только домом, но и настоящей семьей. В Кубок защитники Отечества в Ставрополе состоялись межрегиональные соревнования среди ветеранов и СВО. Представители республики оказались в числе сильнейших. На четыре дня Карачаева-Черкесия стала спортивной столицей страны. В Станице-Преградной провели первенство России по вольной борьбе. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тендит. Из Карачаева-Черкесии в Курскую область по поручению главы республики отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В сбор благотворительной помощи активно включились жители городов и районов республики. Они объединились в желании помочь тем, кто стал жертвой нечеловеческого и беспринципного нападения ВСУ. Каждый из таких людей своим участием и поддержкой жителей приграничных территорий и наших военнослужащих, отражающих атаки врагов, вносит свой вклад в долгожданную победу и показывает, как силен и сплочен многонациональный народ России, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Около 20 тонн груза отправили при содействии Главного управления МЧС России по Карачаевой-Черкесии. По поручению главы Карачаевской республики Рашиды Борисовича-Темрезова, сегодня мы направляем очередной груз гуманитарной помощи в Курскую область. Как и предыдущий груз, мы в тесном взаимодействии с руководством Курской области сформировали потребности, которые именно сейчас есть, и на основе этих потребностей осуществили закупку и сформировали этот груз. В этот раз мы тоже порядка 18-20 тонн направляем. В состав груза вошли продукты питания. В первую очередь это продукты, которые у нас на территории производятся. Мясные консервы, соки, средства личной гигиены. Отдельное внимание уделили детскому питанию. Тоже несколько поддонов сформировали и направляем. Также у нас есть и гигиена, личная гигиена всевозможных форматов. И, безусловно, просили дополнительное постельное белье, постельные принадлежности. В общем, все это мы сформировали и уже направляем сегодня этот груз. Социальному пансионату «Гармония» исполнилось 25 лет. Юбилей отметили весело, ярко и музыкально. Дом-интернет общего типа для престарелых и инвалидов в нашей республике работает с 1999 года. Съемочная группа вестей побывала на празднике. За четверть века пансионат «Гармония» для людей старшего поколения стал не только домом, но и настоящей семьей. Валентин Гульманов живет в пансионате самого открытия. Работал раньше садовником и сейчас активно участвует в культурных мероприятиях. Он пишет стихи и поет песни своего сочинения. Валентин Федорович юбилей отмечает, как свое 25-летие. Я поздравляю всех с этим праздником замечательным. И желаю еще долгое время прожить счастливо, как можно здесь. Сытно, беззаботно, но развиваться, не терять своего ума и свои силы. В этот праздничный день собрались все жители пансионата. Почетные гости, работники и приглашенные артисты. Поприветствовал и поздравил юбиляров министр труда и социального развития республики. За эти годы было сделано многое. Построено новое здание. Сложился дружный коллектив. Наработан немало опыта. Сколько пожилых людей, нуждающихся в помощи, нашли здесь. Понимание, человеческую поддержку даже трудно перечислить. Хочу поблагодарить вас за работу. Желаю в этот знаменательный день пансионату оставаться таким же замечательным, уютным, теплым местом. Всем сотрудникам и жильцам пожелать здоровья, счастья. За многолетнюю преданную работу сотрудников пансионата наградили почетными грамотами. Их труд неоценимым. Удалось создать настоящий, теплый и уютный дом для тех, кто в нем нуждается. Со словами поздравления к жильцам и сотрудникам обратилась директор пансионата. Здесь побывало более 500 человек. Это те люди, которые нуждались в поддержке, в помощи, которые здесь нашли дом, которые здесь нашли уютный кров, которые здесь нашли семью. И сотрудникам хочу пожелать благополучия, уверенности в работе, уверенности в завтрашнем дне, вашим семьям благополучия. Жильцам крепкого, крепкого здоровья. Многочисленные поздравления сменялись выступлениями приглашенных творческих коллективов. Артисты выступали в ярких костюмах, исполняя мелодии, знакомые многим. Концертную программу подготавливал культработник пансионата «Гармония» Алексей Иванченко. Благодаря ему все торжественные мероприятия проходят на высоком уровне. Не работает он со дня открытия. Было за 25 лет очень много хорошего. Вот честно, ничего даже негативного не могу припомнить. Всегда теплое общение. Проводим много мероприятий. Минимум 2-3 мероприятия в месяц. Приглашаем много артистов. Желаю прежде всего, конечно, нашим жильцам крепкого здоровья, активного долголетия. Сотрудникам желаю успехов в работе, чтобы работа ладилась. Дарья Тиндит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Ветераны специальной военной операции из Карачаева, Черкесии заняли призовые места на межрегиональном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества», которое проходило в Ставрополе. В соревнованиях приняли участие более 130 ветеранов СВО. Команду из Карачаева, Черкесии представляли 7 ветеранов специальной военной операции. Максим Жилин, Мухарби Бердуков, Нурий Харатоков, Мусалим Джукаев, Андрей Руденко, Ислам Хатков и Микер Наурузов. В программу «Кубка» вошли соревнования по шести видам спорта – пауэрлифтингу, стрельбе из лука, настольному теннису, пулевой стрельбе, армрестлингу и волейболу сидя. По итогам соревнований ветераны СВО заняли призовые места. В частности, Микер Наурузов завоевал золото в настольном теннисе, а команда Карачаева-Черкесии завоевала серебро в волейболе сидя. Все ребята из Карачаева-Черкесии выиграли путевки на всероссийский финал «Кубка защитников Отечества», который состоится в ноябре в Сочи, где соберутся победители межрегиональных соревнований. Участников турнира из нашей республики поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и отметил, что они являются примером мужества, стойкости и героизма. С ребятами собирались, подготавливались, конечно, ну, понемножку. А вот на Кубке встретили, может быть, своих боевых товарищей? Конечно, конечно, мы встретились, да. Ну, это очень приятно, потому что мы увидели ребят живым и здоровым. Виннош с пилоты ходил на бокс, да, тренировался для себя футбол. А так вот на сегодняшний день вот такое мероприятие, да, тоже хотим себя как-то испытать в этом, посмотреть, на что мы вообще способны. Главное – участие. Общекомандный дух, как говорится. А какой у вас вообще настрой? Боевой, только к победе. Второе место заняли. Ну, что, мы еще ворвемся, возьмем первое место. Еще будет возможность, будем пытаться, стараться, добиваться. Молодцы, все справились на ура, прям отлично достойные соперники были. Мы тоже достойность команды отыграли. Поэтому за мир, за победу. На четыре дня Карачаево-Черкесия стала спортивной столицей страны. Завершилось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Высокие состязания уже по сложившейся традиции принимала станица Преградная Урупского района. Ахмат Халкечев продолжит. После официального открытия от имени главы Республики Рожида Тимрезова и всего депутатского корпуса гостей и участников состязаний поприветствовал спикер парламента Александр Иванов. Спортсменам он пожелал исключительно здорового азарта и честных побед. Большая честь для всех нас. И я думаю, что это будет большой праздник. И вы подарите хорошие результаты. Мы возлагаем на вас очень большие надежды. Хочу пожелать, чтобы вы нашли здесь не только победы, но и подружились. В соревновании собрали около 400 сильнейших борцов из более чем 30 регионов страны. В первый день состязаний за выход в полуфинал боролись борцы в весовых категориях 57, 70, 86 и 125 килограммов. Ну а победители по ним определились уже во второй день. С теми рамы правильный подход был. И как видите, получилось. Соперник в финале, честно говоря, не думал, что такой крепкий. Сложно было. Нормально. Оспаривать звание сильнейших в своих весовых и возрастных категориях на ковры первенства выходили как победители национальных состязаний, так и чемпионы мира. На третий и четвертый день сильнейших определили веса 61, 65, 74, 79, 92 и 98 килограммов. Здесь, как прогнозировали спортивные аналитики, у нашей республики имеются безусловные фавориты. Именно на эти веса у нас есть хорошие ребята. 65 килограммов борцы Дуваев, Рустам, Джан Дубаев, Амаль, 79, Тамбиев, Азрит, тоже придет в Россию по молодежи. На завтра, мы надеемся, у нас будут медали. Ожидания главного тренера сборной нашего региона подтвердились практически полностью. В финале Амальдзян Дубаев стал обладателем золотой медали, а Рустам Дулаев завоевал серебро. По всем возрастам в этом году на России представители Черкесии очень хорошо выступили. И с каждым годом чувствуется, что уровень борьбы здесь с Карачавой и Черкесией поднимается. Потому что работают тренера, очень много молодых тренеров, перспективных тренеров, которые отдаются своей работе. По результатам этих соревнований будет сформирована сборная команда нашей страны, которая в конце октября поедет на первенство мира в Албании. Сильный состав российской сборной по вольной борьбе гарантирован, отмечались судьи, следившие за состязаниями. Ахмат Халкесчев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия, Урупский район. Гениальный продолжатель прославленной династии конезаводчиков и жакеев Капышевых, Морзобек каждый год неустанно совершенствует свои навыки. И очередная блестящая победа нашего земляка-мастера жакея международного класса. На Краснодарском подроме состоялись престижные скачки приз Центуриона. Морзобек Капышев и его старший брат, не менее прославленный жакей Магомед, приняли в них участие. Морзобек на лучшей лошади России 2022 года Легарди стал победителем с явным преимуществом. А Магомед Капышев на Ламана Дальвесе финишировал вторым. Награда нашла своего героя. Совсем недавно на вечное хранение семьи Хайркизовых передали звезду Героя России, которой был награжден наш земляк Кичибатыр Хайркизов в 1995 году посмертно. О том, почему награда задержалась в столице и подвиге молодого партизана, нашему корреспонденту Белли Джезаевой расскажет его племянник Рамазан Хайркизов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова